Тоже свои интересы были. Они же теряют просто миллиарды из-за этого. Зачем бы они это делали? Вы думаете, санкции тоже приятно им для России вставлять? Эти санкции тоже никакой приятности не составляют для Америки. Тоже самое для Европы. Им тоже хочется бизнес крутить, а не, блин, вот такой фигней заниматься. Все страдают, все реально страдают от этих санкций. Да, реально страдают. И Европа, блин, и Америка. Но надо, понимаете, если надо, так надо. Нельзя просто допускать такого в 21 веке. В центре Европы, чтобы аннексировали часть территории. Этого нельзя допускать. И за это надо миллиарды платить, миллиарды терять. Но этого нельзя допускать. Это должно быть наказано. И Америка это делает прекрасно. Они помогают нам. Русские говорят, вы продались американцам. Это вы, суки, продали нас, понимаете? Продали нас. Вы продали меморандов. Вы обещали нас защищать в нашей территории. Вы подписали. А вы что сделали? Разграбили нашу армию, да? И напали сразу же. Пока у нас была революция на Майдане. Революция достоинства. Пока народ был отвлечен, никто немножко так, немножко очень сильно ранен был, да? Но мы после боя, сильного боя ранены были. А вы использовали в тот момент и запали на нас. И вы говорите, что мы продались американцам. Да я дьяволу продамся, чтобы только вас, сука, поубивать всех, блядь, избавиться от вас, мрази. Ладненько, доезжаем мы до объекта. Все, где-то припаркуемся поближе. И продолжим наш разговор. Я хотел бы сказать, да, что я знаю, что сейчас и Украина, и Россия, обе страны страдают, да, из-за этих санкций. Из-за того, что одно карликовое чмо натворило, да. Потому что с этого все началось, согласитесь. И мы, и вы страдаем. Но я хочу сравнить боль, которую украинцы испытывают, и которую боль россияне испытывают, страдания. Я хочу это так перевести, так, ну, для сравнения, такую физиологическую боль, реальную боль, да. Украина страдает сейчас, потому... Ну, это боль, это боль женщины, которая рожает, понимаете. Это боль, это огромная боль. Но ты знаешь, что это, блин, героический поступок. Потому что ты сейчас родишь того, в этот свет, да. Кого будет вся семья ваша любить больше всего на свете, да, ребенка. Это боль, страшная, адская боль. Но ты знаешь, что через это нужно пройти. А у России боль. Это как какой-то наркоман, у которого ломки начинаются, понимаете. Это боль, у тебя каждая кость болит, болит на теле. И ты знаешь, что это твоя вина. Ты сделал плохой выбор в одно время свое, и из-за этого страдаешь. Ты не можешь себе найти никакого оправдания. Тебе жопа, ты конченый человек. Все, с тобой уже ни хрена не сделаешь. Наркоман ты наркоман, понимаете. Этого уже не вылечишь. Можешь залечить на некоторое время, ну, или вылечишь. И это для сравнения, ребята, понимаете. Боль, которую украины испытывают, украинцы и россияне. Обе страны страдают, как будто, вроде бы, да. Ах, у вас же там уровень поднялась, там, то есть доллар поднялся три раза. А у вас тут два раза. А у вас тут три раза. А у вас еда. А у вас тут. Это бессмысло, понимаете. Бесполезно сравнивать. Возможно, Украина еще хуже сейчас живет, чем было раньше, да. Потому что у нас Майдан. Понимаете. Пожар надо себя потушить. А потом уже делать, планировать пристройку к дому. Вот потушим пожар, потом начнем строить экономику. Когда немножко деньги пойдут меньше в сторону войны, только в сторону развития экономики пойдут. Тогда будем видеть. Ладно, ребята. Була Хунта с вами. Слава Украине. Героям слава. Покоха вас и украинцы. До свидания.